Реализация в Тверской области национального проекта «Жилье и городская среда» главная тема еженедельного заседания Кабинета министров под руководством губернатора. К 2024 году планируется благоустроить более тысячи дворов, почти 40 общественных пространств. Какой объем предстоит выполнить в этом году, на каком этапе сейчас работа, а также о динамике жилищного строительства, расскажем в первом материале выпуска. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Тверской области разработаны региональные проекты по нескольким направлениям. Один из них – жилищное строительство. О динамике рассказал ответственный министр. Динамика ввода на квартирных домов в 2019 году на сегодня по Тверской области, напомню, по многоквартирным домам 300 тысяч квадратных метров план, введена на 1 августа 109 тысяч квадратных метров. Паспортом регионального проекта «Жилье» утверждены показатели Федерации для Тверской области. Это общий объем ввода жилья по итогам 2019 года должен составить не менее 650 тысяч квадратных метров. В 2020 – 724 тысячи, в 2021 – 698 и по нарастающей до 2024 года – 886 тысяч метров в 2024. Особое внимание необходимо уделить формированию комфортной городской среды, считает губернатор. Востребованность этой работы подтверждает активное участие граждан в решении вопросов развития городской среды. В 2019 году участниками рейтингового голосования по выбору территорий для проведения благоустройства стали более 100 тысяч человек. По региональному проекту «Верхневоложье» в этом году благоустраиваются 56 дворов и 92 общественных пространства. Однако в рамках этой работы были выявлены некоторые сложности, в частности, нехватка в районах квалифицированных архитекторов. Этого года открыли позицию по обучению за счет бюджета Тверской области архитекторов, которые бы дальше могли пополнить ряды главных архитекторов муниципальных образований. Ну и, соответственно, это уже совсем другая культура строительства. По информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, завершены работы на 15 общественных пространствах и в 15 дворах. Еще на 55 объектах планируется завершить благоустройство в ближайшее время. Колесинский район – один из лидеров по участию в региональных программах. Показатели говорят сами за себя. Активно участвуют в реализации программ по комфортной городской среде. В 2018 году по городскому парку были проведены работы по декоративному освещению городского парка. Одна дворовая территория была благоустроена. На 2019 год у нас благоустраиваются две дворовые территории. Ограждение городского парка происходит по всему периметру. В Колесинском районе по 12 тысяч квадратных метров построено жилья. Для переселения граждан из ветхого и ветхого жилья 12 тысяч квадратных метров. Переселено 850 человек. 71 дом расселенный. Продолжая тему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, до 2024 года предусмотрено расселение более 4700 человек из 85 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На первом этапе 2019 и 2020 года планируется расселить 411 человек. В этом этапе участвуют города Ржев и Торжок, а также Зубцовский, Конаковский и Торопецкий районы. Игору Дэнни поручил усилить контроль за качеством жилья, предоставляемого при переселении из аварийных квартир. Прежде всего, это должно быть жилье, которое соответствует стандартам. Финальное подписание актов при приобретении жилья с рынка будет осуществляться исключительно достаточно высокими должностными лицами. Это глава муниципального образования, это министр строительства Тверской области, и, скорее всего, это еще будут депутаты. И мы посмотрим, кого еще можно включить в список, для того, чтобы там были профессионалы, может быть представители так называемых общественных организаций, СРО, строительных. Игору Дэнни отметил, что особое внимание должно быть уделено и строительству жилья для многодетных и молодых семей. Поручил разработать в Тверской области дополнительные меры по развитию этого направления.